МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, поставлена последняя точка развода. Светлана Голицынская, 37 лет, бухгалтер, разведена. Я снова Голицынская, вот, по документам. Ну-ну-ну, Светочка, ничего. Екатерина Сергеевна Голицынская, 60 лет, пенсионерка. Ничего, жизнь продолжается. Нам, ты знаешь что, нам вот с этим бы совсем справиться. Вот правда говорят, что один переезд подобен двум пожарам. Мама, господи, ну разве ты не видишь, что все вот это, это ру, блядь? Что все это давно-давно пора выбросить, чтобы начать новую жизнь? Как выбросить? Молча. Вот куда, куда, вот это все утвердение в этой крохотной квартирке? Куда, скажи? Теперь все вот это будет выглядеть убого, понимаешь? Ты сами мы как убогие. Да стой. Да что тебя за бес вселился? Все, я это все выбрасываю. Куда ты все это тащишь? На помойку. Я не с ней, я не пущу. Ты не имеешь права вот так все рушить. Все эти вещи, это наша жизнь. Они передавались из поколения в поколение. И каждая из них хранит память о прошлом. Я хочу забыть свое прошлое, понимаешь? Хочу забыть. Зачем вот это вот? Зачем? О, Света! Мама, не выбрасывай мою мишку! Анна Ложкина, 12 лет. Ученица 6 класса. Дочь Светланы и внучка Екатерины Сергеевны. Он всегда со мной был, всю жизнь. Так? Хорошо. Екатерина Сергеевна видела, что дочь готова разрушить все вокруг. Не зная, как противостоять этому, она решила обратиться к психоаналитику. Я не знаю, как мне быть. Но, знаете, моя дочка Светлана разошлась с мужем. Они разменяли квартиру. И мы втроем оказались в маленькой однокомнатной квартирке. Ну, наверное, для вас всех в этом есть не только минусы, но и плюсы. Вы знаете, я беспокоюсь за дочь. Она как будто с ума сошла. Озлобилась на весь мир. Сейчас одержима идеей разрушения. Раз муж ушел, значит, ничего не надо. Семьи нет. Я понимаю, вы переживаете за вашу дочь. Чем я могу вам помочь? Не дочери, а вам, Екатерина Сергеевна. Вы знаете, Борис Ефимович, у меня такое ощущение, что мы перестали понимать друг друга. Я изо всех сил хочу сохранить семью со всеми ее традициями, пусть в урезанном виде. Но как быть со Светланой? Как вы разумеете ее? Я не очень понимаю, что значит для вас сохранить семью со всеми ее традициями. Я хочу, чтобы в семье было все, как раньше. Вечерние разговоры, чтение книг. Чтобы мы за ужином и в выходные дни собирались за красиво накрытым столом. То есть это означает для вас, что ничего в семье не изменилось. Но ведь это не так. Светлана сейчас переживает непростой период. И дайте ей возможность переживать так, как она хочет. Вы со мной согласны? Мы же интеллигентные люди. И должны жить так, как положено жить интеллигентным людям. А без традиции во что мы все превратимся? А что для вас более значимо? Спокойствие в семье или традиция в семье? Анечка, Анечка. В школе всегда повышенное внимание к новичкам. Так что ты не стесняйся. Все будет хорошо. Ну, ладно. Иди, с Богом. Катя, это вы? Ты? Глеб Владимирович Розов. 63 года. Профессор. Какими судьбами? Глеб? Не может быть. Да я внучку в школу провожала. А ты? Ты откуда здесь? Я внучку в школу провожала. Вот уже дедушка и бабушка. Дожили. А кажется, совсем недавно лекции прогуливали. Ой, правда. Катя, а ты помнишь дачу в Давыдовых бучалках? А как же. И дачу помню, и тебя на этой даче. Как я рада. И я тоже рада, Глеб. Ты такой худой был. Смешной. И все время с книгой под мышкой. А это для важности. Как для важности? А я думала, что ты к осенней пересдаче готовишься. Зубришь целый день. Я? Зубрила? Да я был отличник. Ну, прости. Недооценила. Катя, ты знаешь, я ведь в то лето хотел тебе предложение сделать. Да я догадывалась. И дождала. Но, увы, не дождалась. Испугался, что ли? Да не то, чтобы. Просто ты постоянно со Сверидовым на лодке каталась. Но я и подумал, что... Вот так тебе и надо. Не надо было с книжкой под мышкой важничать. А надо было настойчиво ухаживать за девушками. Глеб Владимирович смотрел на Екатерину Сергеевну так же, как 40 лет назад. И она чувствовала, что пусть на мгновение к ней вернулась молодость. Катя, так откуда ты здесь? Я раньше тебя не видел. Да... Дочка развелась с мужем. Разменяли квартиру. Так что теперь мы неподалеку здесь живем. А внучка моя, Анечка, переживает. Все-таки новая школа. Ты, кстати, не знаешь, как у них здесь? Ничего? Знаешь что, давай зайдем куда-нибудь, выпьем кофе, и я тебе все расскажу. Давай. Я, кстати, сто лет не была в кафе. Встречи с Глебом Владимировичем стали ежедневными. И Екатерина Сергеевна все чаще ловила себя на мысли, что они для нее отдушены в ее непростой семейной жизни. Мама, ты где гуляла? Аня уже полчаса как дома, а обеда нет. Света, но ты же дома. Вот и затеяла бы обед. Но мне не до готовки. У меня квартальный отчет. Это хорошо, когда есть работа. Мама, я смертельно устала. Ты понимаешь это? Я пашу на двух фирмах, чтобы у нас были хоть какие-то деньги. Света, посмотри, какая прелесть. Это что за старье? Пластинка старая. Я встретила одного своего давнего поклонника. Он узнал, что у нас есть патефон и... Кто такой? Профессор Розов. Да уж, у стариков свои причуды. Все держитесь за старое. Одни воспоминания. В воспоминаниях, Света, одновременно и прошлое, и будущее. Мамочка, это что, афоризм профессора Розова? И мой тоже. Да, я вижу, ты спилась с этим стариком. Поведение Светланы очень обижало Екатерину Сергеевну. Но она оправдывала дурное настроение дочери тяжелым положением, в котором та находилась. Ой, привет, Бах. Анюта, посмотри, что у меня есть. Пластинка старая. Ух ты, здорово. Класс. Вот. Ба, я тоже тебе хочу что-то показать. Давай. У меня в школе подружка новая есть. Маша Розова. Представляешь, ее дед-профессор. Прекрасно. Она сегодня в школу столько украшений принесла. Оранжевые бусы, зеленые серьги до плеч, брошки, как жуки, цветы. И что же она со всей этой красотой сделала? Ко-кому подарила. И мне, кстати, тоже. Вот, смотри. Да. А родители ей разрешили? Да, это ей дедушка дал. Он, когда увидел эти бусы на мне, сказал, что они мне очень идут. А еще сказал, что я похожа на тебя в молодости. А вы что, знакомы? Я давным-давно знаю Машиного дедушку, Глеба Владимировича. А на днях столкнулась с ним около школы. Ой, правда? Да, он совсем не изменился. Ну, Настя, носи. Я очень рада, что вы подружились с Машей Розовой. Ба, у нас есть что подарить ей? Ну, подари ей книгу. Книга лучше подарок. Ой, ну, Ба, книгу. А украшения? В шкатулке. Ну, такая старая, темная. Ну, там же есть украшения. Дружочек, ну, у нас нет бижутерии. Аниточка, иди в мои руки и приходи кушать. Алло. Да. Глеб, да. Да, Катя. Почему ты так тихо говоришь? У тебя все в порядке? Мы идем на концерт? Все в порядке. Ничего не отменяется. Катя, я соскучился. Слышишь? Не кричи так, Глеб. Слышу. Я тоже соскучилась. Пока. Пока. После развода дочери семья Голицынских вынуждена была переехать в однокомнатную квартиру. Екатерина Сергеевна стремилась сохранить семейные традиции, но это лишь раздражало ее дочь Светлану. На фоне семейных неурядиц в жизни Екатерины Сергеевны появился ее старинный поклонник профессор Розов. Их отношения стали стремительно развиваться. Не ждала я таких испытаний на склоне дней. Все соединилось в один клубок. И плохое, и хорошее. Давайте, Екатерина Сергеевна, по порядку. Одиночество озлобило Светлану. А в моей жизни нежданно-негаданно появился профессор Розов. Он отдушен всех моих треволнений. Так, может быть, вы сами все и запутали в клубок. И судьбу дочери, и внучки, и отношения с Розовым. Может быть, настал период, когда стоит все распутывать. Дайте возможность дочери жить так, как она хочет и может. А сами определитесь со своим отношением к Розову. Но Аня все видит. И это разрушает ей душу. Она же слышит наши разговоры. Заражается негативным поведением матери. Вы знаете, тоже начинает комплексовать по поводу маленькой квартирки и неполной семьи. Ой, какие классные. А вы тут все втроем живете? Мария Розова, 12 лет. Одноклассница Анны Ложкиной. Внучка профессора Розова. А где ты спишь? Где делаешь уроки? Ба, можно показать Маше украшения из шкатулки? Конечно. Смотри. Ух ты, какие красивые. У нас, знаешь, сколько всего такого. Ну, все-таки обидно за внучку. До слез жалко ее. Я же видела, как неприятны ей были вопросы Маши. Может, она тоже страдает от нового социального и материального положения? Конечно. Вы знаете, дети все же очень быстро адаптируются к новым социальным и жизненным условиям. Поэтому давайте потерпим немножко. Потом у меня появилось чувство вины перед Светланой. Я же вижу, она вкалывает с утра до ночи, а я, я пребываю в радужном настроении. Со мной рядом появился понимающий человек, а у Светланы его нет. Вот если б ей соединиться с кем-нибудь. Новый брак – это спасательный круг. Екатерина Сергеевна, всему свое время. Мне так давно никто не давил цветы. Спасибо тебе и за кофе. Очень симпатичное было кафе. Да, кафе – это по-современному. Это неплохо. И интерьер был на должном уровне. Правда… Что? Ты знаешь, хотя моя Маша живет в материальном достатке, все уповидала, всякие вкусности попробовала, но она в восторге от твоего гостеприимного дома. И ты знаешь, все время вспоминает фирменный пирог семьи Голицынских. Да, мы такое всегда печем по субботам. А ты знаешь, я в эту субботу свободен. Ну, в таком случае я приглашаю тебя на пирог. Если честно, давно хотел напроситься к тебе в гости. Глеб, уж не начал ли ты ухаживать за мной, как в юности? Начал. С той минуты, как встретил тебя у школы. Глеб, ты как мальчишка. Ну что ж, в таком случае, может, не будем тянуть до субботы? Пойдем? Пойдем. Дорогая Екатерина Сергеевна, нет, милая Катя, наконец-то я решился сказать. Дорогой Глеб Владимирович. Господи, да я-то что так официально. Милый Глеб, да не волнуйся ты так. Казалось, сейчас ничто не могло помешать счастью Екатерине Сергеевне. Мама! Я утром обнаружила пропажу. Наша жемчужная ожерелье. Мама, я знаю, эту кражу совершила Маша Розова. У нас в гостях больше никого не было. Детейшая Света, у нас в гостях ее дедушка Розов. Очень хорошо, что дед Воришки здесь. Света! Здравствуй. Здравствуйте, я слышал, вы сейчас сказали, моя Маша не может взять чужого. В нашем доме воспитывают детей честными. Вы еще про настоящие ценности расскажите. Про старые вещи, про тихие разговоры в домашнем кругу. Света, как тебе не стыдно? Я расскажу. Именно так мы воспитывали Машу. Однако ваше воспитание в духе настоящих ценностей не мешает ей тащить чужие ожерелья. Ну, знаете, что... Да, знаю. Уходите отсюда и разберитесь с вашей Машей. Иначе я подам заявление в милицию. Дочка, ну разве так можно? Глеб! Глеб! Ну и что? Голодовку теперь объявишь? Остыло все? Мне очень стыдно за тебя, Света. Ты оскорбила ни в чем не повинного человека. Кого? Ах, этого Розова! Но ведь его внучка... Мамочка! Да ведь ты не просто так волнуешься за дедушку Розова. Он тебе нравится. Мне нравятся все достойные и симпатичные люди. Так. Ну и номер. Ты понимаешь, что это не смешно? Это даже грустно. Да. Мне дорог, Глеб Владимирович. Он моя старая юношеская привязанность. Когда я его встретила, у меня потеплело на душе. У нас вот-вот должен был состояться решающий разговор. А ты со своей агрессией все испортила. Все. Ну и номер. Ты влюбилась. Я на пепелище новой жизни не знаю, как выжить, а ты для себя уже новую жизнь налаживаешь. Эгоистка! Света, ты сейчас не права. Вот уже несколько дней мать с дочерью не разговаривали. Екатерине Сергеевне было очень тяжело. Светлана рушила не только свою жизнь, но и жизнь матери. Екатерина Сергеевна подумала, что после подобного оскорбления Глеб Владимирович никогда не перешагнет порога ее дома. Мам, прости меня. Я сама не знаю, что говорю. Все как-то... Света, Светочка, милая, я понимаю, тебе сейчас очень тяжело. Но ведь люди-то вокруг не виноваты. Мама, ты действительно считаешь, что я зря наговорила на эту Машу? Да, не могла его внучка ничего украсть. Я в это не верю. Надо извиниться, Света. Давай телефон, я позвоню. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, Глеб Владимирович. Глеб Владимирович, я не хотела вас обидеть. Конечно же, я понимаю, что Маша, она не виновата. Я к вам по делу. Мне кажется, это ваше. Так все-таки Маша. Ну, что я говорила? Екатерина Сергеевна была потрясена. Но она надеялась, что история с ожерельем просто недоразумение. Понимаете, все было не так, как вы говорили, Светочка. Но в итоге ожерелье оказалось у моей внучки. Никто не виноват. Это я одна виновата. Я подарила нашу ожерелье Маше. Она такая добрая. Она мне пусто подарила. И в школе столовой булочками делится. Значит, это моя Анечка, воришка. Катя, не надо. Анечка не виновата. Она хотела как лучше. Да я понимаю, Глеб. Я все понимаю. Я понимаю, что это результат неправильного поведения Светы. Анне хотела как-то самоутвердиться, поэтому отдала это ожерелье. Она хотела показать, что у нее тоже есть чем удивить подругу. Потому что она восприняла эту материнскую философию, что деньги и дорогие вещи – это самые главные ценности. Не волнуйся, Катя. Это все поправимо. Главное, чтобы Света поняла, что она не права. Тогда и ребенок все будет оценивать по-другому. Анечка во всем разберется. И все станет на свои места. Горячая волна благодарности захлестнула Екатерину Сергеевну. Она была счастлива иметь рядом такого чуткого и понимающего человека. Я поговорила с Аней. Хорошо, что все это открылось. Простите, Глеб Владимирович. Я все понимаю и не обижаюсь на вас. В прошлый раз вы мне дали закончить. Разрешите мне продолжить. Светочка, я забираю вашу маму с собой. Как забираете? Очень просто. Мы с вашей мамой должны исправлять ошибки молодости. И быть теперь вместе и навсегда. Ты не против? Не молчи, бабушка, соглашайся. А то он снова уйдет. Да я не против. Ошибки надо исправлять. Эх, скинуть бы лет 20 взял бы тебя на руки. Не-не-не, ни в коем случае. А ты, Света, оживи как тебе нужно. Ты, наконец, полностью будешь самостоятельно. Вот и оживили. Можешь продать, если хочешь. Спасибо, мама. Поддержала в трудную минуту. Ну что ж, поздравляю. Ты у нас теперь невеста. Невеста. После развода дочери семья Голицынских вынуждена была переехать в однокомнатную квартиру. Екатерина Сергеевна стремилась сохранить семейные традиции. Но это лишь раздражало ее дочь Светлану. На фоне семейных неурядиц в жизни Екатерины Сергеевны появился ее старинный поклонник профессор Розов. Несмотря на недовольство дочери, Екатерина Сергеевна приняла предложение Розова. Дочка обиделась на меня за мое желание устроить личную жизнь в такую тяжелую для нее минуту. А вы, Екатерина Сергеевна, заметив ее обиду, отступили? Нет. Я приняла предложение Глеба Владимировича и выхожу замуж. Поздравляю. Совет вам на любовь. Спасибо. Но это решение далось мне непросто. На душе нелегко. Но все-таки я считаю, что всем так будет лучше. Но вы же понимаете, что всем угодить в данном случае не получится. Ну и потом, вы же не убегаете из дома. Вы соединяетесь с человеком, который вас понимает. Да я знаю, многие будут смеяться надо мной. В 60 лет и замуж собралась. Дочка не понимает. Но ей ведь тоже лучше будет одной. Уже никто не станет навязывать ей свои традиции. А почему вы словно оправдываетесь? Вы ведь ни в чем не виноваты. Вы ведь выходите замуж не из чувства долга, а потому что вы этого хотели. Да. У нас с Глебом Владимировичем душевная близость. И я не хочу терять его. И это самое главное в отношениях с людьми любого возраста. Это прекрасно, когда они начинают испытывать новые, свежие чувства. Ну а в отношении дочери надо набраться терпения. Екатерина Сергеевна переехала к Глебу Владимировичу. Через несколько дней она зашла к дочери. Здравствуй, Милая. Здравствуй. Ой, привет, баба. Я так скучала на себя. Света, вот я привела отцельщика. В конце концов, пора действительно разгрузить твою квартиру от старых вещей. Деньги тебе больше нужны сейчас, чем все это старье. Мамочка, это ты вот так мне помочь хочешь, да? Ты ведь сама хотела этого, Света. Так, дамочки, я, конечно, дико извиняюсь. Давайте сразу к делу. Время – деньги. Игорь Горелов, 36 лет. Оценщик антиквариата. Показывайте, что тут у вас. Проходите, пожалуйста. Да, давно таких домов не видал. Хлам один. Ну ничего. Если постараться, людей нужных найти, можно и хлам подороже пристроить. Так, вещь. Мы для начала вашу рухлядь, классная штучка, на реставрацию сдадим. Там над ней поколдуют, вид божеский придадут. Тогда и на продажу. Кругом расходы. Расходы. Так, этот хлам на помойку. Выход прямо и налево. Не понял. Вы же сами меня пригласили. Сами, сами. Я тут на них, понимаешь, время свое драгоценное перевожу. Приехал, потратился. Выгоняете? Да, выгоняю. Эти вещи – мое детство. А вот этот плюшевый мишка – мой любимец. Черт с вами. Живите, как хотите. Екатерина Сергеевна не ожидала этого от дочери. Она была рада видеть, что Светлана начинает выздоравливать от своей затянувшейся депрессии и становится прежней. Надо ж, хлам. Всему этому хламу найдется место в новой жизни. Держи свой хлам. Всему хламу хлам. В субботу Екатерина Сергеевна с Глебом Владимировичем и его внучкой собрались в гости к Светлане. Не-не-не-не-не-не-не. Эту ношу я никому не доверю. Катя, ты опасаешься, что я на ходу съем твой пирог? Не съешь, а помнешь. Фирменный пирог Голицынских – очень нежный продукт. Недаром мы его целое утро пекли, да? А я помогала Екатерине Сергеевне. Дедушка, слушайся нас. Вот именно. Слушайся нас, дедушка. Все, конечно. Мы пришли в гости, как и обещали. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, Светлана. Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой. Здравствуй, моя детка. Мамочка, а что ты там такое принесла? Наш фирменный пирог Голицынских. Мы же чай-то пить будем? Мы же будем. Мам, но мы только что с Аней испекли такое же. Вот так? Да. Ну, ничего. Двух пирогов на такую большую команду как раз хватит. Не знаю, не знаю. Впереди вас главный поедатель пирогов. Вот. Проходите, проходите. Хорошо. Раздевайте. Предлагаю в следующий раз объявить конкурс. На лучший пирог Голицынских. Ммм. Света. Ммм. А давайте сыграем в лото. Отличная идея. Давай, давай. Давай. Замечательная идея. Ну, дорогие мои, я чемпион по лото. Замечательная. Ну, держите. Давайте. Как, девочки? Так, давай-ка. Осторожно. Света, а тебе не жалко свободного времени на такую старую игру? А кто рассказывал про настоящие ценности? На это и время не жалко. Так, внимание, поехали. Отлично. Двадцать девять. У меня, у меня. Шестьдесят семь. Так. Нет, нет, нет. У меня шестьдесят девять. Фамильные корни, семейные традиции, хранящиеся много лет, все это сближает семью. С одной только оговоркой. Если это не насаждается вопреки желаниям и настроениям всех членов семьи. Для Екатерины Сергеевны семейные традиции были своего рода соломинкой, за которую она хваталась, пытаясь пережить развод в семье дочери, потерю прежнего достатка. Ведь она считала, что именно традиции самое главное. А как оказалось, главное это было понимание близкого человека. Понимание себя, своих чувств и умение разделить свою жизнь и жизнь другого человека, пусть даже самого близкого. Все это составляющее счастливой и крепкой семьи. Субтитры создавал DimaTorzok